Битва за урожай. Пятые сутки. Под Харьковом идет борьба за элеватор, в котором хранится уже собранное зерно. Неизвестные с оружием захватили. Это хранилище 7 человек, в том числе один полицейский раненый. А вот кто стоит за этими рейдерами, выясняли наши корреспонденты. События на сельхозпредприятии начали разворачиваться еще в субботу. Более 30 человек в камуфляже самовольно зашли на территорию сельхозпредприятия, заблокировали ворота и стали вывозить подсолнечник с элеватора. Хозяину предприятия Александру Строгому показали документ, в котором говорилось, что он уже не собственник. Мы с початку не поверили, открыли компьютер, посмотрели в реестратор. Да, действительно, этот новый властик, независимая мне женщина, прописка ее в Донецкой области, может, и нет уже живых, зарегистрирована у черного реестратора. На элеваторе хранится урожай многих фермеров, а еще зерно 2400 пайщиков. Строгий показывает на спине больше десятка следов от резиновых пуль и шутит. Так сотрудники агропредприятия вместе с селянами и общественниками отстаивали элеватор. Но вооруженным людям вчера удалось захватить элеватор. Ночью бойцы спецподразделения полиции вывели и задержали более 50 человек. В результате переменникам также удалось умовить вказанных людей добровольно выйти из помещения элеватора, что они и сделали. Каждый из них сдав оружие, спецзасобы. Сегодня элеватор охраняет полиция, а вот на полях соседнего фермерского хозяйства «Благодатное» неизвестные собирают и вывозят чужой урожай. За тот час, пока мы сможем установить назад свои юридические полномочия, они грабляют полным ходом. И грабляют не просто автомобилями, а заплановлено было поставить железнодорожные вагоны для адреских зерна с элеватора. На полях 2-5 десятков фур, на сегодняшний день 4 комбайна. Юрист Андрей Наход утверждает, это типичная схема рейдерства. С прошлой пятницы элеватор Строгова перепродали два раза новые собственники киевляне. И пока будут идти разбирательства, рейдеры могут вывезти весь урожай. Сегодня в следственное управление полиции был доставлен один из возможных фигурантов рейдерского захвата. Бывший руководитель роты нацполиции «Восточный корпус» Олег Ширяев. К сожалению, в этой акции участвовало некоторое количество людей, имеющих репутацию атошников и воевавших в тех или иных подразделениях вооруженных сил. Национальная полиция сегодня, я думаю, проведет необходимые действия и задержит и предъявит подозрения одному из руководителей этой структуры. В прошлом достаточно известным человеком, который руководил одним из ротой национальной полиции «Схидный корпус» господином Ширяевым. На данный момент в полиции проверяют, был ли Ширяев организатором или заказчиком рейдерского захвата. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьковская область.